Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередная передача управления образованием «Семьё Единое». Не секрет, что учащиеся первых, пятых и даже десятых классов испытывают определенные трудности в первые месяцы учебного года. Об этом сегодня и пойдет речь. Слово предоставляется ведущему специалисту управления образованием на конечность Нане Васильевне. Тема нашей передачи – адаптация детей первых и пятых классов. Это является очень серьезной проблемой. И решить ее можно успешно только благодаря сотрудничеству учителей и родителей. Мы сегодня находимся с вами в 17-й школе, так как эта школа является в районе базовой. И учителя данной школы имеют определенный опыт работы по этому направлению. И сегодня они поделятся с нами своими наработками. Слово предоставляется заместителю директора школы, психологу Кожемяка Нине Петровне. Добрый вечер, дорогие телезрители! Сегодня я буду обращаться к родителям учащихся первых и пятых классов, потому что речь сегодня пойдет о трудностях обучения именно этого возраста. Хотя родители, которые готовят своих детей в школу, тоже могут присоединиться к нашей беседе. Прошел месяц занятий в школе. Как изменились ваши дети? Как они повзрослели, стали самостоятельными, ответственными? У них уже есть определенные наработки, которые вызывают у вас гордость, восхищение, удовлетворение. Хотя некоторые из вас, наверное, заметили, что дети уже не так охотно идут в школу, что они стараются придумать какой-то предлог, чтобы очередной раз остаться дома. Некоторые, неряшливо и небрежно сделав работу, не хотят ее переделывать. Другие вообще говорят, я и не знал, что так трудно в школе. А некоторые восклицают. Да кто придумал эту школу? Все это свидетельство того, что некоторые дети, и именно эти дети, о которых я говорю, совершенно не были готовы в школу. И им трудно сейчас там. К сожалению, я хочу сказать, что таких детей с каждым годом становится все больше и больше. В чем причина? Чем это объяснить? Начало обучения в школе – один из наиболее сложных и ответственных моментов в жизни детей, как в социально-психологическом, так и в физиологическом плане. Это новые контакты, новые отношения, новые обязанности маленького человека. Изменяется вся его жизнь. Она подчиняется учебе, школе, школьным делам и заботам. Это очень напряженный период, ведь школа с первых дней ставит учениками ряд задач, не связанных ранее с их опытом. Требует максимальной мобилизации интеллектуальных и физических сил. Большинство детей в основном готовы к школе. И очень важно с первого дня разъяснить детям, что от них требуется. Сформировать внутреннюю потребность в исполнении установленного распорядка, чтобы предупредить школьную дезадаптацию. Предупредить появление проблем первоклассников. Специфика проблем первоклассников наглядно выявляется при собеседовании с родителями в начале учебного года. Содержание родительских жалоб в это время обычно сводится к тому, что ребенок неряшливо пишет, не старается, либо старается, но у него ничего не получается. Он делает очень странные, на наш взгляд, ошибки. Он переставляет слоги, он пишет буквы наоборот, он совершенно не видит страху, постоянно съезжает либо вправо, либо влево. Ему трудно жить в атмосфере постоянной требовательности и контроля. И он нуждается в помощи родителей. И часто в их присутствии при подготовке домашнего задания. И мы видим, что этот ребенок дезадаптирован. В каких же случаях мы можем говорить, что адаптация идет успешно? Ну, это когда ребенок знает, зачем он в школе, может работать в режиме школы, уметь слушать, слышать и выполнять указания учителя, способен думать, то есть мыслить и самостоятельно принимать решения. Конечно, соответственно, его возрасту, когда у него нет проблем в общении со сверстниками, то есть когда ему хорошо, комфортно в школе. А дезадаптация обычно говорят в так называемые критические периоды, периоды обучения, поступление ребенка в школу, переход из младших классов в среднюю, из средней и старшей классы и также при окончании школы. Естественно, в это время все обостряется, так как это сильный удар по психике ребенка. Он в эти периоды приходит к совершенно новым условиям жизни. Особенно это характерно для учащихся первых и пятых классов, как я уже сказала. И здесь, если у ребенка что-то не получится, нельзя отстраниться и сказать, ну подождем еще годик. Ни в коем случае. Ни через годик. В такой ситуации ребенка надо ловить, что называется, сразу. Опасность дезадаптации есть всегда, когда ребенок работает на пределе своих физических и психологических возможностей. В нашей школе в рамках программы по профилактике и коррекции школьной дезадаптации, администрации школы, учителями начальных классов очень много делается по выявлению детей, которые работают на пределе своих возможностей. Такая работа позволяет сделать прогноз, что может случиться с ребенком в ближайшее время, какие у него могут возникнуть трудности в обучении, общении и почему. Мы задействуем в своей работе три стороны – учителей, самих учащихся и родителей. Если причина неблагополучия обусловлена действиями учителя, то мы советуем изменить отношение к ребенку. Когда эти причины находятся внутри самого ребенка, то мы ищем возможности оказать ему помощь. Бывает и нередко проблемы кроются в семье, тогда мы работаем с семьей. Об этой проблеме на прошлой неделе мы вели разговор на встрече с родителями, на который подводили итоги нашей совместной работы за первый месяц и говорили о здоровье сберегающих технологиях. Состоялся обстоятельный, заинтересованный разговор о том, как обучая и воспитывая детей сохранить их здоровье. Что необходимо сделать, чтобы период адаптации ребенка прошел безболезненно? Советы давали профессионалы. Психолог, логопед, невропатолог, инспектор по профилактике детского травматизма. Эти люди имеют большой опыт работы и много делают по оказанию помощи детям и их родителям. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить районного невропатолога Горбунову Зинаиду Казаковну, логопеда Найду Инессу Юрьевну, инспектора Беляевскую Татьяну Александровну. Валентина Каритонна Довгая, заместитель директора школы по начальным классам, имеет большой опыт работы с родителями в этом направлении. Послушаем ее советы. Адаптация ребят в школе. Эта проблема существует давно. Приемство между детским садом и школой нами изучается давно и прослеживается на протяжении многих лет. Мы с объединением учителей начальных классов часто бываем в школе, в детском, в саду и разговариваем с воспитателями, узнаем особенности малышей, которых берем в первый класс. Переход в школу на четырехлетнее начальное образование обеспечивает благодатную адаптацию ребят в школе. Но для успешного обучения очень важно учитывать особенность адаптации каждого ребенка. Первый год в школе он накладывает особый отпечаток, потому что меняет привычную жизнь детей. Ребята, придя в школу, должны привыкнуть к своему коллективу, к ребятам-одноклассникам, найти своих друзей. Кому это удается быстро, тот успешно и с хорошим настроением идет в школу. Желает идти в школу, хорошо участвует в уроках, активно принимает участие, добросовестно и без особого напряжения выполняет все указания взрослые. Чтобы влиться удачно в школьную жизнь, нужно к этому готовиться. Не важно, где воспитывался малыш до школы, важно, чтобы он осознал и понял свою значимость и положение в обществе сверстников и взрослых людей. Он должен проявлять интерес к другим людям, владеть умением общаться. Приучайте младших школьников сопереживать, сочувствовать, помогать окружающим. Первоклассник, способен управлять своим поведением, должен знать границы дозволенного. Знакомьте детей с правилами культурного поведения, с правилами общения. На сегодняшний день очень волнует развитие речи учащихся. Добукварный период предусмотрен программой, когда учителя по иллюстрациям составляют сказки. Но, к сожалению, дети по иллюстрации не могут узнать сказку, а уж тем более ее пересказать. Поэтому до школы нужно ребятам больше читать сказки, беседовать о прочитанном, больше с ними говорить, учить их наблюдать явления природы, наблюдать за погодой, узнавать события в городе, в стране, говорить с ними об этом. И, конечно же, желательно, чтобы они отвечали на ваши вопросы целым предложением. Мы не требуем, чтобы ребенок до школы научился писать. Но вот развивать моторику мелких мышц руки необходимы. В этом помогают книжки-раскраски, работа с пластилином, конструкторы. Но при работе с книжкой-раскраской очень важно, чтобы ребенок правильно держал ручку, карандаш, правильно сидел за столом, следил за своей осадкой. Нам, учителям, хочется, чтобы нас дети слушали и слышали. Чаще нас, конечно, слушают, но не слышат. Развивайте память своим детям, учите с ними стихи, скороговорки, пословицы, песни. Но самое главное, надо, чтобы ребенок-первоклассник чувствовал, что его учебный труд нужен взрослым людям. В первом, во втором классе мы не ставим оценок. И поэтому не задавайте детям провокационного вопроса, а что ты получил сегодня. Лучше спросите, о чем тебя просили рассказать, как ты отвечал, что ты узнал нового на уроке, что ты запомнил за сегодняшний учебный день. И уж, конечно, поддержите его, если что-то не получилось. Не раздражайтесь из-за неудач малыша. Побольше терпения, поменьше конфликтов с детьми и со школой. Итак, что должно насторожить вас, уважаемые родители, и стать предметом вашего внимания в первые месяцы пребывания ребенка в школе? И что является явным признаками дезадаптации? Ну, во-первых, тяжело обычно проходит период адаптации у детей с различного рода нарушениями психофизиологическом развитии. Это дети с различного рода нарушениями речи. Слабослышащие и слабовидящие. Дети с минимальной мозговой дисфункцией. Дети с незначительным снижением интеллекта. Дети с задержкой психического развития. Дети с нарушениями двигательной системы, сколиоз, косолапость, ДЦП. Дети с хроническими соматическими заболеваниями. То есть, ослабленные дети. У таких детей часто наблюдается эмоционально выливание нечувствительности, неустойчивость. Они с трудом приспосабливаются к новым условиям, коллективу. Им свойственны колебания настроения и повышенная утомляемость. У них ослаблены процессы внимания, памяти, мышления. их деятельность нецеленаправленно. Часто они начатое дело не могут довести до конца. У них стрормируется чувство долга, ответственности, критичности к своей работе. Они не видят просто своих ошибок. И если вы заметили, что вам ребенок, ваш ребенок плохо спит, у него ухудшился аппетит, то обязательно выясните причину. Почему? Дети с минимальной мозговой дисфункцией легко возбудимы, импульсивны, крайне неусидчивы, постоянно находятся в движении. Они дрочливы, агрессивны, не способны к игровой деятельности, не умеют ограничивать свои желания, бурно реагируют на все запреты учителя, отличаются упрямством. Если вы, уважаемые родители, заметили у вашего ребенка различные невротические состояния и проявления как то невроз навязчивых движений, различного рода тики и нурез, недержание мочи, разного рода страхи, отказ от общения, это тоже заболевание, и они носят определенные названия, мутизм, аутизм, вы обязательно должны обратиться к врачу, к специалисту, так как все эти проявления, о которых я упомянула, будут мешать вашему ребенку в освоении школьной программы. Какова же причина нарушений и отклонений в психофизиологическом развитии ребенка? Ну, это может быть ухудшение экологической обстановки, наследственная патология, нарушение внутриутробного развития, когда во время беременности мама употребляла сильнодействующее лекарство, курила, употребляла алкоголь и более того, наркотики. Причиной отклонений и нарушений могут быть также и родовые травмы, длительные и тяжелые соматические заболевания, которые влекут за собой поражение центральной нервной системы, эмоциональная депривация. Об этом я хочу остановиться подробнее. Что это значит? Это когда ребенок в детстве лишен контакта с матерью. Ученые приводят факты, что в результате отсутствия контакта эмоционального и телесного с ребенком в первые дни и месяцы его жизни с мамой он умирает. К сожалению, могу привести множество примеров детей с эмоциональной депривацией. Когда при живых родителях дети сироты и живут либо с бабушками, либо совершенно с чужими людьми. Одной из наиболее важных причин отклонения и нарушений в развитии ребенка является психотравмирующая обстановка в семье. Это распад семьи, разводы, противоречивый подход к воспитанию, алкоголизму родителей, эмоциональные стрессы. в результате скандалов и ссор и изберений детей. Что же делать, когда в семье есть ребенок с отклонениями в развитии, то есть дезадаптированный ребенок? Правильное воспитание ребенка с отклонениями в развитии в семье возможно только в том случае, если родителям и особенно мамам удается сохранить душевное равновесие. принимать ребенка таким, какой он есть. Только терпение и выдержка помогут вам, уважаемые родители. Но учите своего ребенка соблюдать порядок, режим дня обязательно. Учите осваивать бытовые и трудовые навыки, то есть учите трудиться, заниматься самообслуживанием и при этом учитывайте чрезмерную чувствительность, тревожность, или импульсивность вашего ребенка. Заниматься просто воспитанием нельзя. Необходимо обязательно учитывать его индивидуальные особенности. Родители должны быть психотерапевтами в своей семье. Уважаемые родители, как бы мы ни были образованы, как бы мы ни были воспитаны, как бы мы ни были информированы о воспитании, все-таки обратиться к источникам всегда есть необходимость. Сегодня я хочу предложить вам небольшую библиотечку для родителей. И начнем с очень ценной и популярной книги, которая должна стать настольной книгой для вас «Популярная психология для родителей». Здесь вы найдете множество ответов на интересующие вас вопросы. Еще одну книгу, которую я хочу вам предложить, называется «Азбука для родителей». Книга очень известного психолога Алама Фрома. Здесь тоже вы найдете множество ответов на те проблемы, которые у вас есть. Легко ли быть родителями? Конечно ли легко? И вот эта книга, которая так и называется «Легко ли быть родителем» поможет вам тоже решить некоторые из ваших проблем. И если вы к ней обратитесь, то вы уже будете не одни. Родители и дети – проблема отцов и детей. Она всегда волновала. нас волнует эта проблема нас и сегодня. И поэтому вот эта книга «Родители и дети» поможет возможно вам ответить на этот вопрос. Мы часто задаем себе вопрос «Когда надо начинать воспитывать ребенка? С каких лет? С какого возраста?» Мудрые люди говорят, что если вы задали себе этот вопрос на второй день жизни ребенка, значит вы уже опоздали. Авторы вот этой книги говорят нам, что поздно после трехов. Попробуйте также прочитать эту книгу. о том, как решаются эти проблемы в школе для среднего звена расскажет Людмила Ивановна Щербина, заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе. Мы мы для себя эту проблему обозначили уже давно и давно поняли, что учащиеся этой категории заслуживают, я бы так сказала, особого внимания. Мне сегодня хочется сказать о учащихся пятых классах. Почему? Потому что если всем очевидно, что первоклассникам помощь, внимание со стороны родителей нужна, то к пятому классу все успокаиваются и забывают о том, насколько важна вот эта ступень при переходе детей из начальной школы в среднюю школу. Зная все это, мы решением педагогического совета узаконили не выставлять оценки пятиклассникам в течение первой четверти. таким образом мы даем детям возможность адаптироваться к учителям. Давайте вот задумаемся, насколько сложно им бывает в эти первые месяцы пятого класса. У них был один учитель, теперь у них пять, шесть, семь учителей, у них был один кабинет, теперь им приходится в течение учебного дня сменить три, четыре кабинета. Классный руководитель не в состоянии держать их все время в поле зрения. И поэтому в какой-то момент они предоставлены сами себе. Поэтому вот это то время, очень ответственное время, когда нужно уделить этим детям особое внимание. в конце октября, в начале ноября у нас проходят контрольные срезы для учащихся пятых классов, на которых по русскому языку и математике. Проверка навыков чтения. И мы посмотрим, как дети адаптировались за это время, что они успели повторить забытое за лето. И посмотрим, какие результаты они покажут. После всего этого пройдет педагогический консилиум, куда будут приглашены учителя, работающие в пятых классах и учителя начальных классов. Таким образом, вот эта проблема будет обсуждаться на всех уровнях. Мне хочется обратиться к родителям пятиклассников, потому что их помощь очень необходима. я бы дала вот такие практические некоторые советы. Первое, на что вы должны обратить внимание, что должны сделать, это посмотреть дневник своего ученика, в каком он состоянии. Значит, если в дневнике нет записи, если нет домашнего задания, то о чем можно вообще говорить? Следовательно, вы не в курсе дела, что задается, что будет отвечать ваш ученик, что с него будут требовать. И вот дневник это, наверное, тот связующий предмет между учителем и родителями. Отнеситесь к своему ребенку, пятикласснику, так, как если бы он пришел сейчас в школу в первый класс, в первый раз. Уделите ему внимание, я думаю, что это окупится. Не нужно выполнять работу учителей, смотреть качество выполненного задания, но как написано, как постарался ваш ребенок, я думаю, что вы, родители, заинтересованы в этом посмотреть. Ну и, конечно, наличие всех необходимых учебных принадлежностей нужно посмотреть, чтобы ребенок на уроке не сидел без дела, а был занят, чтобы у него было все необходимое для работы. родители. Мы на педсовете говорим и о пятиклассниках, и о десятиклассниках, и поэтому мне хочется, чтобы это был не только разговор учителей, но и чтобы родители понимали значимость и были с нами завтра. Здесь много прозвучало полезных советов. И, заканчивая нашу передачу, хочется сказать о тех правилах, которые должен знать каждый родитель. Первое. Никогда не обсуждайте учителя в присутствии ребенка. Второе правило. Поддерживайте значимость образования. И третье. Не кричите и не ругайте ребенка за допущенные ошибки. Помните, он имеет на это право. Уважаемые родители, вы смотрели программу, посвященную адаптации учащихся первых, пятых классов к новым условиям их жизни. Следуйте нашим советам, и у вас все получится. Продолжение следует...